Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего не заботового с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. А помните этот хор орущих? Донбасс кормит все... Мы кормим всю Украину! А где сейчас кормильцы? Ну, серьезно. Вот все эти кормильцы. Куда они делятся? Если вы пройдете по Донецку, Луганску, вы увидите, что мужчин среднего возраста, ну, вот все, что между пенсионером и пионером, от детей до престарелых, это, ну, пара тысяч чиновников. То есть мужское население куда-то испарилось. Все кормильцы куда-то отвалили. То есть все шахты закрыты, предприятия не работают. Что случилось? Потому что кормильцы исполнили свое обещание. Они отправились кормить. Сами же признаются кого? Червей. Все. Эта популяция, как они говорят, сточилась. Это их прекрасный термин. Значит, народная милиция ЛНР-ДНР сточилась. Она сточилась. Все вот эти крики, все вот эти вопли, они основывались на абсолютно лживой информации о том, что якобы Донецк, вот шахтеры кормят Украину. На самом деле шахтеры были экономическими дармоедами. И это легко доказывается. Ну, можете сами загуглить. Все показатели Миколы Яновича Азарова, премьеров, все показатели Украины, которые сохранились, говорят об обратном. Потому что украинский уголь нерентабельный. Его дешевле было привезти. У нас прибыль приносили металлурги. Металл продавался. А уголь специально добывали и платили дотацию. Дотацию. Потому что их было некуда деть. Все эти шахты, их должны были быть закрыты, как это сделали, кстати, в России. В Кузнецком бассейне. Закрыли к чертовой матери. Потому что это убыточное недоразумение. Это просто гиря на ногах государства. Маргарет Тэтчер, молочина, она закрыла эти шахты. И черти, когда там были демонстрации, профсоюзы устроили. Гембель она железной рукой сказала. Нет, дармоедам. И дармоедов шахтеров прикрыли. И в Англии, и в России. И только у нас. При демократической Украине можно было кричать, что вот это мы, вот это мы. Соль земли, мы рабочий класс. Там мы сейчас касками постучим, денег давайте. Ну, если мы посмотрим в бюджет, то мы увидим, что при том, что металлурги, не шахтеры, металлурги Донецчины давали огромную как бы прибыль, да, и получали ее владельцы. Ну, собственно, тех предприятий в первую очередь. Конечно, они платили налоги. Ахметов заплатил огромное количество налогов, потому что и Пинчук, и все, они продавали трубы, металл, прокат. Но только не шахтеры приносили. Было дешевле. В разы дешевле закупить этот уголь, привезти его там составами. А еще проще. Сначала кораблями в мире уголь добывается карьерным путем. В разы дешевле. Мало того, что для экологии это было бы лучше. Уже все эти шахты, это же проблема. И тут, друзья мои, есть еще один прекрасный нюанс. Когда шахтеры быковали, пользуясь тем, что они живут в демократической стране, качали права, была одна картинка. А потом они все вылезли, открыли свои хлеборезки и захотели русского мира. В сказке про золотую рыбку владычица еще захотела стать морскую. Все. Пришел русский мир. Пришел. Шахты все. Порезали на металл к чертовой мати. Все предприятия, где работали вот эти быкующие, которые кричали, что они всех кормят, русский мир приди, Путин порядок наведи, порезали предприятия, друзья мои, на металл. И продали. Вы удивитесь. Не боевики Яроша. И не тягны бок со своими свободовцами. Даже Кива не прикоснулся, вы представляете? Это все вырезали и уничтожили рабочие места. Вот этих вот каскостуков, кричащих, что мы кормим всю Украину. Это все русский мир. Вот это он все пришел, и все, куда приходит русский мир, наступает одна и та же картина. Одна и та же. Там Абхазия, Осетия, Абхазия и Северная. А это все, это все то же самое. То же самое, что в Северной Корее. И вот теперь, я прекрасно помню, как после 14-го года они ездили к нам сюда с оккупированных вот этих вот территорий, с ЛНР и ДНР, сюда в Украину ездили, и покупали лекарства, проходили обследования. А мало того, просто у меня жена общается с своими подружками, вот часть из этих там подружек, ну там, ну там, мамы, папы, детей, которые учатся в той же самой школе, у них родственники жгут на оккупированной территории. Так вы знаете, вот эти вот вчерашние крикуны, которые кричали, мы кормим всю Украину, они теперь с тоской говорят, причем с упрекой, кормом в нашу сторону, да, а хорошо, а вам там хорошо, а у вас там то, а у нас все, это они говорят нам, что у нас все хорошо, и они нас, опять-таки нас, они пытаются обвинить в том, что мы что-то сделали не так, что им не хорошо, то есть им не хорошо, и вы понимаете, они опять считают, что это мы виноваты, претензии опять к нам, понимаете, Они по-прежнему считают, мы с вами что-то не так сделали, что они живут хреново. А у них действительно все хреново. У них действительно, друзья мои, все хреново. Потому что у них сейчас старшее поколение, пенсионеры. Они, как и положено по законам природы, потихонечку причаливаются к ПМЖ на кладбище. Ну это жизнь. Так было, есть и будет. Мы все смертные, и нас с вами ждет тот же самый конец. В старости, собственно говоря, отход молодое поколение, которое подрастает, оно подрастает, дорастается до призывного возраста. И поэтому вот этот гэп, этот промежуток между пионерами и пенсионерами им заполнить уже не удастся. А самое главное, друзья мои, вы слышите эту звенящую тишину? Вы слышите? Прислушайтесь к ней. Нет этого крика. Знакомого нам донецкого крика. Он вас кормит всю Украину. Некому кричать. Крикуны куда-то делись. Вот что-то как-то докричались. Поэтому, когда они нам говорили, вот это вы доскакались на Майдане, мы, поверьте мне, выйдем еще на один Майдан и вороватую власть опять поставим на место. Мы обязательно восстановим свободу слова, верховенство права и будем, вопреки вороватой зеленой команде, строить не путинский мордор, а демократическую европейскую свободную Украину, как это мы уже давно объявили о своих намерениях. То есть каждый Майдан приходит и наводит порядок. Но только к рикунам, которые жили на дотации, потому что все дотации, друзья мои, все дотации шли туда, на шахтеров, не на Львовскую область. То есть 80% дотаций шли не на запад Украины, а на восток. К кормильцам, убыточные кормильцы-шахтеры жили на дотациях. Обязательно не забудьте подписаться на мой канал. Напишите ваше мнение по этому поводу, лайки, комментарии, репосты, а победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сражение.